Это второй минифильм из, по идее, трилогии о кризисе рязанского троллейбуса. В этой части освещается период 90-х и нулевых годов. Тяжелые времена для российского электротранспорта и для троллейбуса в частности. Развал СССР и централизованной системы, финансовые кризисы. Для троллейбуса серьезные проблемы начались позже, чем для трамвая, а именно в 2000-е годы, когда в России впервые был выпущен массовый автобус большого класса. Тем самым троллейбус был лишен весового преимущества – вместимости. За эти два десятилетия многие троллейбусные предприятия сильно ухудшились. Кое-где системы и вовсе закрылись. Но рязанский троллейбус и тут пошел поперек мейнстрима. После кризисных 80-х система выглядела ужасно, а к концу нулевых она стала хорошей по меркам страны тех лет. Кульминация этого стала объявление УРТ лучшим предприятием электротранспорта России в 2014 году, хотя фортуна на тот момент уже снова повернулась к УРТ задом. Для начала немного теории. С развалом СССР была полностью ликвидирована централизованная система контроля за работой систем городского транспорта, что породило собой явление, которое на этом канале принято называть муповщина. Если коротко, муповщина это когда предприятие, брошенное городским властям, никак не развивается, не улучшает свою деятельность и физически и морально оставаясь в 80-х. У электротранспорта, у которого немало инфраструктуры, проблема муповщины одна из фундаментальных, так как многие элементы системы безнадежно устарели. В советское время, когда какой-нибудь НИИ создавал, скажем, более скоростную троллейбусную спецчасть, под нее переписывали стандарты, а Министерство коммунального хозяйства создавало планы, что к такому-то году на предприятиях столько-то процентов спецчастей должны быть новых моделей. Эти планы потом спускались на городской уровень, горосполкомам, а те передавали предприятиям. Сейчас предприятия зачастую все еще следуют стандартам, написанным в 80-е, поскольку новые писать было некому, а современные запчасти покупают только те, кто интересуется делами. Таковых мало и в основном это частники. Троллейбус в Волокде 15 лет назад и в Лябинске сейчас не дадут соврать. А теперь представьте масштаб трагедии. Рязанский троллейбус, который и в 80-е был очень далек от идеала, замораживается в 80-х. Да. Но тут, к счастью, обошлось. Почти. На самом деле Рязани очень повезло, что в 1992 году всеми правдами и неправдами городу удалось заполучить аж 125 новых троллейбусов. Даже по тем временам это очень много. Это буквально одна шестая от всех троллейбусов, произведенных в России за 92-й год. Москва даже меньше закупила. Но кроме того, рязанский троллейбус улучшили не только закидыванием предприятия новыми машинами, так и было открыто третье депо, которое по-хорошему надо было запускать лет на 10 раньше, но об этом я уже рассказывал. Третье депо было оборудовано по последнему слову техники и было рассчитано на обслуживание самых современных на тот момент троллейбусов. Стеристорно-импульсной системы управления. Вот поэтому в том числе троллейбусы ЗИУ-683Б в Рязани прожили дольше, чем где-либо еще в России. Под них была база. Только вот затем троллейбусы технически современнее, чем ЗИУ-682 и 70-х будут закоплены лишь через 20 лет. Депо успели достроить в последний момент, а на новой линии уже не хватило денег, так что в плане маршрутов сеть была заморожена почти до сих пор, кстати. Однако во всем этом забыли про одну важнейшую вещь – обслуживание. Проблемы были даже банально с покраской. Вот, например, фото троллейбуса из той самой огромной поставки уже спустя два года после начала работы. И вот еще. Эту машину за два года уже один раз перекрасили, и новая краска уже успела облупиться. А этому троллейбусу четыре года. С виду и не скажешь. За счет огромной поставки техники вплоть до конца 90-х особых проблем у троллейбуса не было. А выпуск балансировал где-то в районе 160-180 машин. Но из-за плохого обслуживания на рубеже десятилетия троллейбусы начали списываться, а те, что еще работали, были в плохом состоянии. Включая даже те, которым еще не было 10 лет. Касаемо плохого ремонта. Недавно я узнал один интересный факт. Когда я был в Екатеринбурге, то удивился тому, что у них троллейбусы старше рязанских, но выглядят лучше. Оказалось, что дело в мелочах. В Екатеринбурге подкрашивают салон, а при ремонтах оставляют обычно резиновое покрытие, колесных арок и других элементов в салоне. В Рязани их же довольно быстро снимали и оставался голый металл, который быстро ржавел. Результат. У рязанских машин салон казался более ржавым и запущенным. Еще из интересного. В УРТ, видимо, считали поручни архитектурным излишеством и не следили за их состоянием. Проблема, кстати, актуальна до сих пор. В начале 2000-х у рязанского троллейбуса начались серьезные проблемы. Качество обслуживания упало. Иногда, прежде чем выйти на линию, водителям нужно было найти недостающие запчасти от троллейбуса. Правда, этот комментарий не уточняет, какие именно. Так, например, в 80-е годы водителям таким образом нужно было собрать водительское сиденье. А вот про нулевые неизвестно. Начал падать выпуск. Закрыли два и без того довольно редких маршрута. В 2002 году компания зарубежных транспортных экспертов оценивала два десятка систем электротранспорта России. Рязань в их рейтинге оказалась в нижней части списка. Все хорошо было с интервалами движения троллейбуса, состоянием контактной сети. По выполнению расписания троллейбуса ценили на тройку. А по состоянию техники рязанский троллейбус стал самым худшим и делил он эту позицию с Санкт-Петербургом. Да, с тех пор изменилось многое. Интересный факт. Один из участников той поездки, Юрий Малер, поразившись ужасному состоянию рязанского троллейбуса, в 2003 году во время поездки в Афины, хотел лично организовать передачу оттуда Рязани нескольких десятков боу-троллейбусов, но отказался от такой идеи, посчитав, что троллейбус в Рязани все равно скоро закроется. Помимо состояния подвижного состава была еще такая проблема, которая на сегодняшний день, к счастью, забыта. Сейчас нередко троллейбусники встают на каком-то участке из-за обрыва. А в начале 2000-х останавливалась вся троллейбусная сеть города. И не из-за обрыва, а из-за долгов УРТ перед энергетиками. Тогда такие проблемы были не только у УРТ, но и у гор энергосбыта в принципе. Оттого в Рязани были серьезные проблемы с поставками электроэнергии. А еще начало 2000-х охарактеризовано маршруточным бумом. Явление, когда у УРТ появилось большое количество конкурентов. Коммерсанты довольно быстро меняли свои маршруты, пытаясь подстроиться под большое число пассажиров. А еще брали количество. Меняли ли свои маршруты УРТ в это время? С 1993 по 2011 год, если не считать закрытие, был изменен лишь один маршрут из 15. И то вынуждено, так как в одной из диспетчерских отключили коммуникации, а водителям надо было где-то кушать и отдыхать. Может быть УРТ попыталась брать качеством и поднять предсказуемость? Например, повесить расписание на остановках и стараться его выполнять? Как бы не так. В этом плане ничего не изменилось. На остановках по-прежнему висели только интервалы, которые для пассажира мало чего значили. Висело бы точное расписание, возможно, часть людей бы задумывалась, а может не стоит штурмовать заполненную газель, а лучше подождать минуту и сесть в полупустой троллейбус? Но это еще ладно. Ведь у УРТ были маршруты, которые можно было даже не менять, просто улучшить их работу. Так, дублером 15-го троллейбуса была 33-я маршрутка с выпуском в лучшие годы в 50 машин и интервалами в полторы минуты. 15-й троллейбус тем временем ездил только в часы пик. И народ достаточно быстро забыл про троллейбус и стал пользоваться только маршруткой. Или вот, например, какой маршрут был самым быстрым способом попасть из песочни в центр? 14-й троллейбус. На нем можно было доехать до центра зачастую даже быстрее, чем на маршрутке. Что мы с ним сделаем? Правильно, сократим выпуск и потом вовсе закроем. Но со второй половины нулевых началось что-то удивительное. После неудачной попытки области перевести управление городским транспортом на себя, власть задумалась о качестве ремонта, покраске и т.д. На линии стало куда меньше облезлых троллейбусов. Поднялось и качество ремонта. Несколько лет в УРТ делали текущий ремонт по уровню сопоставимый с настоящим капитальным, что продлило срок службы многих троллейбусов 92-го года выпуска так, что большая их часть проездила до конца десятых. Да и скорость ремонта была хорошей. Плановый ремонт делали нескольким машинам за один месяц. Ускорился набор новых сотрудников, учебные троллейбусы стали обычным явлением. Настрой на предприятии сменился на умеренно оптимистический. До того много лет ходили слухи про то, что чиновники вот-вот готовятся то ли продать УРТ, то ли вообще ликвидировать, то ли в пользу икарусов от колонны 1310, то ли в пользу коммерсантов. К началу десятых УРТ из одного из самых запущенных троллейбусных предприятий страны превратилась в одно из самых лучших. Новые троллейбусы закупались по десятку в год, а в 2011 году наконец-то открыли линию от Депо-2 до третьего квартала Канищева, который хотели достроить еще в конце 80-х. Линию открыли вместе с новой тягой подстанции. Выпуск на линию после серьезного падения в начале нулевых долго держался где-то на уровне 140 машин. Главный вопрос, как так вышло? И четкого ответа тут, увы, не дать. Возможно, вы скажете, что дело в какой-нибудь смене директора УРТ. Но вот в чем загвоздка. В период с 1991 по 2012 год в УРТ был один директор. То есть все то, что я сейчас описал, происходило в момент руководства УРТ одним человеком. Может быть дело в какой-то общегосударственной политике? Отчасти. В конце нулевых начала свое действие программа софинансирования 70 на 30, позволявшая приобретать троллейбусы со скидкой для городского бюджета. Экономика России в середине нулевых переживала рост. Но, во-первых, это никак не могло бы повлиять на качество ремонта машин, а оно улучшилось. А во-вторых, в 2008 году начался экономический кризис. УРТ продолжило тем временем закупать машины. Впрочем, в этом плане кризисы на УРТ действуют через одного. После 1991 года начали закупки. После 1998 чуть не развалились. После 2008 увеличили закупки. После 2014 чуть не развалились. После 2022 опять начали закупки. Может быть сменилась власть в регионе? Опять же, отчасти. С приходом Георгия Шпака на пост губернатора и после провала проекта РТК, действительно УРТ начало улучшаться. Если развить эту тему, меня явно обвинят в агитации за конкретную партию, поэтому этот момент мы опустим. В общем, к началу десятых годов, хотя и многие троллейбусы по-прежнему были морально устаревшими, но в техническом плане были получше даже самих себя за 10 лет до того. Троллейбусы по-прежнему ходили часто на большинстве маршрутов, новые водители шли работать, в России продолжаются экономические подъемы, деньги на новые машины есть, что может пойти не так. Но потом... Ой! Об этом в третьей части этой серии роликов, которая будет касаться времен с 2012 года и по наши дни.